Доброе утро! Это наш вид из нашего отеля-мотеля. Мы встали около полувосьмого. Уже успели позавтракать. Сейчас около девяти утра. Я отношу ключ на ресепшн. Мы выезжаем из отеля и попробуем сегодня устроить грандиозный марш-бросок в Гранд Каньон. Грандиозный, потому что мы запутались в нашем расписании и мы не прописали почему-то в какой из дней, из какого города мы куда собрались ехать. И на пути в Гранд Каньон есть два города. Kingsman и Flagstaff. Мы сегодня в Kingsman. И попробуем поехать. Попробуем поехать сегодня, потому что рано уже встали, потому что чего терять время. Соответственно из Kingsman мы посмотрели по плану ехать до въезда в Гранд Каньон, в который мы хотели въехать. Около пяти часов. Ну ничего страшного. С утра пораньше. Сила есть. Настроение, желание тоже есть. Самое главное, что хорошая погода. Я надеюсь, что в этот раз Гранд Каньон над нами не будет издеваться, и мы нормально его увидим. В конце концов. А чем это мы питаемся всю поездку? Ну не всю поездку, ладно. Мы каждую поездку до этого покупали огромную упаковку Квизлерс. В эту поездку что-то мы как-то припозднились. Всё-таки Квизлерс. Не реклама. Нуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Вот. Мы увидим что это мегокрасная штука какая-будж. Спасибо Настя что это объяснило. Мммм. Мммм. В общем это что-то вроде жевательных коклбетах? Сделаных из кукурузного сиропа. с вкусом и ароматом клубники. Я в последнее время терпеть не могу всякие приторно-пересладкие вещи. Казировку, шоколад, ну, вот, где очень много сахара. Тут видишь, что они неотвратительно сладкие. Update состояние моего пальца после кактусов. Это все произошло вчера. Ну, сегодня вроде уже нормально. Видны точки, остатки, получается, от ранок. Ну, если я нажимаю на палец, конечно, слегка побаливает. Ну, ничего, жить можно. Хорошо. Хорошо. У нас много в России. Это круто. Хорошо. Ну, я думаю, что-то изменилось. Солнечное время очень хорошо? Да, это будет очень хорошо. Да, это будет хорошо, потому что это дает немного перспектива. О, perfect. Это может быть лучше солнца, тоже. $70 изменилось. Спасибо. Это будет до 11. November. Окей. И это будет прямо на солнце, здесь. Это для рейтинга. Прямо. Прямо вот здесь. И я вам покажу. Спасибо. Окей, это около 5 млс. до Визитерс Центр. и я рекомендую идти в Матер-поинт-вью-поинт это замечательный начальник доступ к рим-трайлу три шелла-бусы в пакет-мапе и в генерал-парк-мапе спасибо большое enjoy, bye-bye спасибо, bye такие все хорошие, блин ни разу, еще никто ничего не сказал по поводу того, что я снимаю все улыбаются ну да, кстати, по поводу того, что я в России тоже не было пока никаких еще выпадов мы приехали, наконец, на территорию смотровой площадки правда, припарковались где-то очень далеко здесь, мягко говоря, свежо поэтому мы взяли куртки, кофты ну что, подходим к одной из основных точек обзора она правда, по-моему, там слева видно боже, вы не представляете себе мое счастье потому что это третий раз здесь первые два раза не было видно вообще ничего то, что мы должны увидеть и то, что мы видим ничего о боже смотри, сколько народу на самом деле очень странно ощущение, что вот это вот все, это просто какие-то фотообои налеплены да? нереально, ненастоящее надо попробовать подойти вот туда поближе я не могу понять совершенно масштабу это настолько далеко и настолько, я не знаю, масштабно что я не могу осознать расстояние это настолько далеко, что кажется картинкой неужели это настоящее? кто-то следующим update вот едва Селфи-селфи, селфи-тайм, не цей деньганчик. Все эти ваши гран-каньоны, все эти ваши трещины в земле и камни многовековые не стоят вообще даже одной секунды встречи с оленями. Наш салат готов. Попить кок-кола на десерт. Дынька. Та-дам! Я молодец, я повар. Вот мне интересно. Вот на вот это посмотреть. Вот это вот. А вот на это тебе не интересно? Нет, совершенно не интересно. Вот издалека на вот это. Вот это мы с тобой видели. Такое видели, может быть. И вот это тоже хочу посмотреть. Но вот это больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Можно у вас короткое интервью для блога «Лотственная Москва» взять? Расскажите, пожалуйста, что здесь в этой местности посмотреть можно? Может быть, какие-то места хорошие? Где кофе вкусный? Лачки можно здесь приобрести? Добрый день! Я только что с вашим приятелем общалась. Он, правда, отказался давать какие-либо комментарии. Расскажите, пожалуйста, чем знаменита эта местность? Может быть, какие-то достопримечательности? Ну все, мы распаковываемся, заваливаемся. И сегодня у нас ленивый вечер. Без каких-либо планов будем валяться смотреть телевизор, есть вредную еду и все, ничего не делать. Сегодня мы как-то сэкономили время за счет того, что поехали, видимо, в Гранд-каньон на день раньше, чем планировали. И поэтому сегодня у нас есть полдня свободных. Поэтому мы попробуем сделать еще один марш-бросок и съездить... Продолжает движение туристов СМТСР, ну... Да. И съездить далеко в другой национальный парк, который называется Monument Valley. Смотри, дроны нельзя пускать. Чем жалко, что ли? Мы приехали на территорию парка. Сейчас заплатили за въезд и поедем скоро смотреть. Долина монументов. Мы негодуем. За 20 баксов сделайте, блин, дорогу нормальную. Не езжайте в долину монументов. Дорога отвратительная. Вы проклянете все на свете. Мы проехали 10 минут, развернулись и едем обратно. Можно интервью у вас взять? Пожалуйста, коротко. Буквально пара фраз. Игнор, игнор, полнейший, тотальный игнор. Это изгиб подковы или horseshoe bend. Продолжение следует... Все поездку я лакомлюсь мороженым без молока. Оно сделано из миндального молока. Никакой молочки, сливок, ничего такого в нем нет. Это очень вкусно. Именно в этом есть шоколад и кусочки орехов. А само мороженое банановое. Называется Чанки Манки, марка Бенн Джерри. Обычно все мороженое у них молочное. Но они вот, видимо, недавно начали делать серию без лактозного. Ура! Доброе утро от самого заспанного человека. Доброе утро. Не завтракать. Уже под конец завтракания. Не всю еду, самую вкусную сливу. Я посмотрю, что есть. Настя набрала в супермаркете косметики. А Петя взяла себе только энергетик. Потому что у него нет больше сил. Мы сейчас на пути из городочка Пейдж, где мы были на Подкове, на Хорс Шубен. Сейчас проезжаем через Аризону и едем в сторону первого города на нашем пути, в штате Невада. Вообще, штаты в Америке очень сильно отличаются законами, правилами и так далее. И Невада чуть ли не... Продолжайте движение по заусу, турист. Да. И Невада, по-моему, первый штат на нашей дороге, в котором легально разрешены казино и огнестрельное оружие. По дороге я нашла кафе... Ну, это не кафе, это ресторан, который называется Красный Лобстер. Там подают морепродукты. Наконец-таки я поем рыбки и всяких креветок. Мы его уже вбили в навигатор. Приехать нам еще полтора часа до туда. Боже мой, наконец-таки еда. Я так проголодалась. Мы приехали в Ред Лобстер, которым я грезила уже очень давно. Здесь, конечно, не дешево, но здесь морепродукты. Вот такие. Так что сейчас будет грандиозный нум-ном. Вот что значит рациональное расходование времени. Пока Петька сидит, ждет, что я вернусь. И мы заказали еду, сейчас еду должны принести. Я уже успела сбегать и накупить кучу косметики в Салис. Круто? Ну да, тогда посмотрим. По-моему, еда уже должна быть готова. Я пришла, я пришла, я пришла, я пришла. Мой любимый клемчаудер. Уже какая-то закуска из грибов с морепродуктами и жареные креветочки. И здесь самое вкусное, что вообще бывает, это бисквиты. Я совершенно не понимаю, почему все носятся так с этими лобстерами и жутко дорогими. Креветки вкуснее и крабы вкуснее. Лобстеры, ну не знаю. Петенька, покажи, пожалуйста. Пожалуйста. Вкус, Заячий, скажи, пожалуйста. Лобстеры, это еда стоит своих денег? Они вообще не вкусные. Они вообще не вкусные, не стоят никаких денег. Вкусные «заячия» и ряды. Вкусные «заячия» и «заячия» и «заячия». Лобстеры, это нефть. Осталось отвертых, пока всё это все нормально. Вкусный «заячия». Лобстер-заячия». Работает с заячия. «Зачия». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok